Одна из ключевых тем обсуждения в рамках открытого приема граждан – реализация программы формирования комфортной городской среды. Перед встречей с жителями Ленинского района глава Перми лично проверил результаты работы на примере отремонтированного двора по адресу Монастырская 96. Дом 71-го года постройки. Серьезного ремонта при домовой территории здесь не было давно. После проведенных работ у жителей появилось 57 парковочных мест, новые лавочки, урны и самое главное – ливневая канализация. До ремонта, по словам управляющей дома, все буквально утопали в лужах. Теперь даже в сильный дождь можно спокойно припарковать автомобиль, дойти до подъезда. И все благодаря инициативе самих жителей, которые приняли участие в программе формирования городской среды. Решением собрания собственников было принято обратиться в администрацию, поучаствовать в программе. При помощи администрации Ленинского района нам помогли активно и с пакетом документов. Теперь вот у нас все красиво и хорошо. Федеральная программа формирования комфортной городской среды реализуется в Перми уже второй год и признана успешной. Благодаря слаженному взаимодействию жителей Перми и городской администрации удалось отремонтировать существенную долю преддомовых территорий. Программа второй год реализуется уже в нашем городе, предусматривает очень серьезное софинансирование из федерального и краевого бюджетов. И рассчитываем на то, что дальше мы также системно и планово будем двигаться и благоустраивать не только центральную часть города, не только улично-дорожную сеть, но и дворы. Вопросы ремонта придомовых территорий обсудили и на открытом приеме граждан Ленинского района. На встрече с жителями глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал, как будет развиваться ключевой район в ближайшие годы. Речь шла и о строительстве больницы, которую давно ждут жители, об устройстве набережной Камы, новых дорогах, детских площадках, во дворах домов. После доклада у жителей была возможность задать вопросы по разной тематике – земельным отношениям ЖКХ, транспорту. На встрече работали руководители подразделений администрации города, депутаты различных уровней, руководители предприятий района, представители пенсионного фонда, фонда капитального ремонта полиции, руководители управляющих компаний. По словам главы администрации Ленинского района Александра Козенкова, ряд вопросов удается решить сразу, на месте, остальные, более сложные, остаются на контроле. Конечно, людей интересуют дворы, людей интересуют вопросы, связанные, как меняется облик города. Я буквально месяц назад проводил встречу, в принципе, с жителями района. В общем-то, люди позитивно оценивают те изменения, которые происходят. Открытые приемы граждан – один из главных способов диалога власти с горожанами. В ходе встречи можно точечно решить или обозначить проблему любому специалисту в структуре управления городским хозяйством, лично пообщаться с главой города и задать существующие вопросы.